Кто такие, друзья, контент-мейкеры? Контент-мейкер – это значит человек, который создает контент, делает контент. И в том числе я являюсь контент-мейкером. Сегодня у нас видео будет не про инвестиции, а про интересную профессию. Почему я решил записать это видео, потому что очень много людей у меня спрашивают, как заработать в интернете, и вот я им сейчас дам пищу для размышлений. Поговорим об очень востребованной профессии, которая действительно в ближайшие десятилетия будет востребована. И многие из вас, мои подписчики, уже занимаются данной профессией, о которой мы сегодня будем говорить. Это контент-мейкеры, как я ранее сказал, создатели контента. Я вижу, очень многие люди уже создают контент свой про инвестиции на YouTube-канале. Респект вам, ребят, и уважив. У нас остальных, кто еще не принял решение, друзья, но есть в чем-то у вас опыт, рекомендую посмотреть это видео-просмотр. Возможно, у вас здесь созреет что-то, переключится, и, может быть, вы тоже станете блогерами и начнете зарабатывать хорошие деньги. Ну, как говорится, станете создателями контента. И вы знаете, друзья, мне нравится быть контент-мейкером, мне нравится зарабатывать на своем творчестве, а создание контента – это и есть творчество. И контент может быть разный. Например, это могут быть видеоролики, которые вы смотрите, это может быть аудио, контент просто можно послушать какие-то подкасты, это может быть музыкальный контент, это может быть письменный контент, можно писать какие-то посты, текст и тому подобное. То есть контент, он бывает вот различных видов. И каждый человек сам может выбрать, какой контент ему ближе. Может быть, кому-то нравится снимать ролики, как мне. Кто-то, может быть, любит писать, кто-то, может быть, не знаю, любит аудиоформат, какие-то подкасты наговаривать. Разные варианты. Кто-то, может быть, музыкант, он хочет создавать какую-то свою музыку. Может быть, у него есть команда, и он может реально создавать свой контент и найти свою аудиторию. На сегодняшний день я хочу зарабатывать гораздо больше денег именно от создания контента, от своего творчества, от блогинга. И вообще, контент-мейкер, это можно назвать современной интернет-профессией. Причем, востребованной интернет-профессией, которая приносит большие деньги. Давайте разберемся, почему контент-мейкер, это классная профессия, и ее можно рассмотреть на сегодняшний момент. И почему она будет перспективной и в будущем. И почему я считаю, что каждый может на этой профессии зарабатывать. Если, конечно, захочет потрудиться и разобраться. Понятное дело, что всегда будут люди, которые будут ленивы, которые не дождутся результата, которые не захотят разбираться или скажут, это не мое, даже не начав пробовать. Так как, друзья, сейчас у нас появилось информационное поле онлайн, да, диджитал пространство, и большинство людей сейчас ушли с телевидения поглощать контент в интернете. Для этого у нас появилось огромное количество площадок, вот YouTube, там TikTok, Instagram, не знаю, Яндекс.Дзен, Facebook. Много вот этих вот площадок, социальных сетей, видеоплатформ, где люди смотрят, потребляют контент. Тот же самый, там, Netflix взять, да, там у нас фильмы. И еще другие есть сервисы, которые предоставляют нам фильмы. И есть люди, которые создают этот контент, да. Есть целая команда, которая занимается созданием фильмов. Есть блогеры, такие как я, которые создают видеоконтент. Есть люди, блогеры, которые создают текстовый контент. Разные площадки, есть разные люди, да, которые создают разный контент, про который я сказал ранее. И, соответственно, есть потребители этого контента. Это вот вы, да, как говорится, подписчики, которые смотрят, да, того или иного человека. Они начинают любить автора, да, подсаживаются на его материал. Так же, как и на сериалы, да, запускается какой-то сериал, люди начинают его смотреть. Смотреть и ждут новых выпусков с удовольствием. Есть создатели и есть потребители. Так как информационное поле растет, интернет развивается, все больше и больше людей приходят в интернет, уже смотрят все в интернете, не в газетах, не на улицах, на всяких рекламных счетах. Не в телевидении, а именно в интернете. Потому что в интернете нет, как говорится, какой-то цензуры, что хочешь. То есть, смотри, есть выбор. Ты можешь выбрать именно своих любимых авторов или свою любимую тему. Будь то инвестиции, автомобильная, кулинарийная тема и тому подобное. Также сейчас очень много площадок развелось, платформ, которые ищут блогеров. И есть рекламодатели. И рекламодатели ищут блогеров, чтобы разместиться у них и заказать рекламу. Как я ранее сказал, мне очень много поступает всяких рекламных предложений. Потому что, еще раз говорю, у блогеров размещаться выгодно. Иными словами, у создателей контента это востребовано сегодня. И все понимают, что на телевидении там дорого. Это никто не смотрит, а в интернете людей смотрят. И поэтому таких площадок очень много. Очень многие, еще раз говорю, хотят заплатить вам и в том числе мне, чтобы я что-то прорекламировал. И все больше и больше социальные сети внедряют разных функций новых для того, чтобы контент-мейкеров, создателей контента, мотивировать оставиваться на площадке и создавать, делать контент. Иначе, если блогеры не будут зарабатывать, например, в том же Инстаграме, там нет прямой монетизации, то, возможно, многие перейдут на другие площадки. Это невыгодно создателям Инстаграма, Фейсбука. Поэтому они пытаются уже придумывать новые функции, о которых мы поговорим дальше. Все больше и больше появляется контент-мейкеров. Это те, кто создает контент. И, соответственно, много людей появляется, которые потребляют. Потому что старое поколение, которое привыкло к телевидению, оно уходит. Но поколение, да, там, поколение Y, вот, да, наше, там, Z, зумеры новые, они все больше и больше уже с 14 лет начинают держать гаджет даже уже в школьное время с 7-8 лет. Их приучают к телефону, к Ютубу, они все смотрят, и они будущие зрители, они будущие поглощатели контента. Прогресс не стоит на месте, и все больше и больше площадок в связи с этим начинают поширять блогеров, создателей контента, как говорится, рублем. Один из самых первых это начал сделать, как говорится, на моем веку, это Ютуб. Ютуб говорит, давайте, мы вам предоставляем платформу, с вас контент, а с нас реклама. И мы будем с вами делить, платить вам 55%, то есть Ютуб мне платит 55%, 45% он забирает себе за то, что он предоставляет мне рекламодателей и площадку. И все это автоматизировано, я не парюсь, у меня самое главное создавать контент. Позже уже появились и другие такие же сервисы, их появляется все больше и больше. И тем самым те, кто хочет стать контент-мейкером, соответственно, этим людям быть выгодным. Ну и конкуренция, соответственно, растет и среди площадок, и среди людей. Нужно сейчас быть слишком талантливым, слишком интересным личностью, чтобы зарабатывать. А для этого нужно время и разобраться вообще, как работают площадки, какая площадка для тебя. Допустим, Ютуб, он по-своему хорош, Инстаграм, он по-своему хорош, ТикТок по-своему хорош. Сейчас вообще вот эра у нас вообще коротких роликов, да, вот ТикТок набирает популярность, Ютуб, Шортс тестирует, другие площадки тестируют тоже. Короткий формат, сторис у нас появились, которые я люблю активно, 15 секундные используют. Возвращаемся в начало, да, я немножко отошел, то, что Ютуб, да, начал платить за контент, начали платить за контент, например, Яндекс.Зен начал платить. Вроде бы у Мэйла, Пульс, или как он там, я не помню, называется, тоже есть. Там можно писать статьи, но он вроде бы сейчас пока еще не всем дается доступ. ВКонтакте вроде как монетизацию группах запустил, да. ТикТок я точно не знаю, есть ли там монетизация, нет. Вот Рутуб, да, мертвый наш Рутуб, российский аналог Ютуба тоже сейчас сделал оптимизацию своего сайта, он более похож на Ютуб. Кстати, Яндекс.Зен тоже клонит под Ютуб, и они там копируют, там уже сейчас похожая есть система. Я и в Яндекс.Зен перезаливаю ролики, там зарабатываю. Все больше и больше платформ хочет привлечь таких вот блогеров, ну, создателей контента, контент-мейкеров, чтобы они представляли ихнюю платформу и создавали контент. Что я делаю? Я просто беру весь свой контент, распространяю. То есть я создаю его для Ютуба, Ютуб считается площадкой номер один, не буду его здесь объяснять, почему он номер один. Я уже много раз приводил аргументы. И другие площадки тоже это пронюхали, хотят что-то сделать подобное. Но понятное дело, что у них это не получится, и они просто чуть-чуть копируют. И получается, я создаю свой контент и распространяю во все социальные сети. В Контакт перезаливаю, в Яндекс.Зен перезаливаю, там Рутуб, кстати, я тоже начал загружать, но что-то подзабросил. Там монетизация с 5000 просмотров надо набрать, но у меня еще пока не набрал, надо тоже добраться и туда. И везде все перезаливаю. Да, ВК мне особо не платит, Фейсбук тоже не платит, Инстаграм не платит. Хорошо мне платит Ютуб, Яндекс.Зен кое-что платит, Ютуб я пока не знаю. В ТикТоке я пока не предоставлю, но возможно доберусь и до туда. Что я вам хочу сказать, помимо того, что есть официальная партнерка, которая есть на Ютубе, выскакивает реклама в Яндекс.Зен и в других социальных сетях. Сейчас социальные сети развивают уже более новое направление, как поддержать блогеров. Это уже новый этап монетизации, это возможность получать донаты и возможность оформить подписку на какой-то эксклюзивный платный канал. Ютуб уже давно ввел возможность получать донат авторам. Вот у меня есть такая тоже возможность. Под этим видео есть кнопочка «Спасибо». Кстати, если вам нравится мой контент, вы можете меня отблагодарить и нажать кнопочку «Спасибо» и отблагодарить меня рублем. Там, по-моему, от 40 рублей. Это небольшая сумма. И также вы можете написать пожелание. Дальше. Вы можете оформить спонсорство. Вот Ютуб тоже ввел возможность спонсорства. Это значит оформить подписку на мой эксклюзивный контент. По подписке, я уже рассказывал, я делюсь своими сделками, какими-то своими мыслями, что у меня происходит в портфеле ежедневно. А так, обзор вам приходится ждать один раз в месяц. То есть, вы платите небольшую сумму, 99 рублей, как за то, что вам нравится мой контент. Вы хотите меня поддержать как блогера, ну, тем самым вы меня мотивируете дальше, да, создавать контент. И вы получаете материал, который, получаете быстрее материал, который придется другим дольше ждать. Ну, и тот материал, который другие люди не получат. Так вот, сейчас такую же возможность тестировать и Facebook подписки на эксклюзивный материал, и Instagram. Это будет только, друзья, развиваться. И те, кто занял нишу, те, кто научились создавать контент, стал контент-мейкером, им будет плюс. Но, опять же, контент-мейкером стать неплохо. Нужно постоянно развиваться. Ты же просто так не высосешь из пальца, да, как говорится, какой-то контент. У тебя должны быть знания. Эти знания транслировать. Также можно монетизировать свой контент, если ты интересный лично, за счет прямой рекламы, пожалуйста. Мне очень много пишут люди, которые хотят получить интеграцию на моем YouTube-канале. Также мы можем продавать рекламу в других социальных сетях, где нет прямой монетизации, дополнительно заработать. Допустим, за рекламу на YouTube у нас хотят 5 тысяч, но мы можем сгаркать 10 тысяч и сказать, мы этот же ролик скидаем и в других социальных сетях. Так как в других социальных сетях тоже есть просмотры и рекламы, то есть мы удваиваем свой заработок и за счет того, что у нас несколько социальных сетей, и у нас больше аудитории, мы можем x2 зарабатывать за одну и ту же рекламную интеграцию. Классно-классно. Особого труда у нас это не затрачивает, потому что мы плюс-минус создаем везде один и тот же контент. Да, можно там везде по-разному контент создавать, ВКонтакте один, Фейсбук другой, но я создаю везде одинаковый, у меня везде разная аудитория. Кто-то что-то увидит в Фейсбуке, кто-то что-то, например, не увидит в Инстаграме. Таким образом мы можем неплохо зарабатывать. Еще один момент монетизации, мы можем продавать свои услуги, например, свои консультации, свои курсы, не знаю, какие-то свои еще моменты, это очень выгодно. Вот я продаваю свои консультации, свои услуги по Ютубу, это тоже дополнительная копейка, она не лишняя. А почему люди могут покупать? Потому что ты создаешь контент, ты полезен, ты эффективный, людям нравится, как ты мыслишь, люди видят в тебе эксперты, они видят, что ты в этом шаришь, и, соответственно, они готовы тебе платить. Опять же, все благодаря созданию контента. То есть, ты контент не создаешь, ты фейк, у тебя нет ни своих фотографий, ничего, соответственно, ты ничего и не заработаешь, и никто тебе денег не принесет. Потому что ты, если себя не показываешь и не постишь, как люди узнают, что ты в той или иной вещи разбираешься, и то, что ты действительно не обманщик. Теперь давайте разберемся вот с таким моментом, каждый ли может стать контент-мейкером. Как я ранее сказал, что в принципе может каждый, даже работник по найму. Потому что у каждого есть какой-то жизненный опыт. Кто-то разбирается в машинах, кто-то в инвестициях, кто-то в сварке, кто-то хорошо готовит. Пожалуйста, вы можете создать свои блоги и посмотреть, как это делают другие. Начинать создавать конкуренцию другим. Просто начинать пости полезную информацию, снимать ролики, писать что-то, делать свои фотки. Сейчас есть смартфоны, все есть, все доступно, все не так дорого стоит. И снимать даже можно на телефон, и сразу и фоткать, и писать посты. Там в Google документах ошибки все исправляются. Можно даже нанять копирайтера, пожалуйста. Социальные сети для этого, YouTube, Instagram, Facebook, все это бесплатно. Регистрируется бесплатно, ничего платить не надо. Пожалуйста. По Steam набираем себе аудиторию. Да, поначалу может быть придется вложиться в рекламу, либо нужно постоянно очень много создавать контента. Особенно это касается видеоплатформ. Видеоплатформы могут тебя продвинуть самостоятельно и набрать тебе аудиторию. Вот как я сделал. Я не кладывался вообще никуда. Все раскрутил бесплату, но мне ушло много времени. Сейчас, конечно, это сделать тяжело, чем раньше было, но до сих пор на YouTube и Яндекс.Зене реально можно продвинуться бесплатно. Вот в таких вот системах, где алгоритмы немножко работают на то, чтобы тебя продвигать. Вконтакте продвинуться сложнее, и в Facebook, и в Instagram. Там нужна реклама, либо переливать нужно трафик, например, вот из других источек, которые у тебя раскручены. Либо добавлять, допустим, в друзья. Я так и раскручивал контакты и Facebook. Сидел в группах, добавлял мне интересных людей, постил свой контент. И когда у меня уже образовалась база, и уже за счет этой базы она создает активность, и мой контент показывается еще большему количеству людей. То есть, когда ты создал некий такой пласт, когда ты интересная личность, когда у тебя есть аудитория, дальше уже алгоритмы работают на тебе. Да, когда ты стартуешь, очень тяжело, и вот это вот время на развитие очень тяжело. И вот здесь вот большинство людей сдадутся и уйдут. Ну, такова статистика. Не без этого. Но факт остается фактом. Вы можете попробовать. Это бесплатно. Это только потребует от вас времени. Да, вы работаете на работе, или у вас какой-то свой бизнес. Пожалуйста, у вас есть свободное время. Пишите про свой бизнес, пишите про свою работу. Может быть, вы автомеханик, рассказывайте про машину. Заходите в группы, где есть машина, которые люди интересуются машиной. Заводите там беседы, добавляйтесь в друзья, набирайте аудиторию, постите дальше. Свою информацию, и глядишь, вы начнете продавать какие-то свои услуги, какие-то свои товары, возможно, даже мерчи можно продавать. Если вы популярны, какую-то свою одежду, кружки, все что угодно. И зарабатывать. До этого, да, нужно будет огромное количество времени, если бесплатно, либо денег. И также заходите на видеоплощадки, добивайтесь порогов монетизации. Это, да, сразу никто вам не даст возможность зарабатывать. На платформах нужно выполнить порог некий такой, этот порог как раз-таки порог для выдержки для вас, насколько вы профессионалы и терпеливы. Пройдете этот порог, будете получать уже хоть какие-то копейки от монетизации. Я, конечно же, буду делиться, сколько я заработал на YouTube, сколько я заработал на Яндекс.Зене, на прямой рекламе. Ну, чисто от монетизации, не на прямой рекламе. Я стараюсь пока прямую рекламу не продавать. Если что-то и буду продавать, то это что-то полезное, в основном всякое непонятное. Не хочу вас вводить в заблуждение и впаривать непонятно то, в чем я не уверен. Аудитория для меня важна. Пусть я меньше заработаю, но я буду получать много благодарностей и, возможно, буду получать донаты. Пусть меня лучше люди будут поддерживать подписками, не знаю, донатами. Это будет гораздо лучше, чем буду непонятно какой-то шлак рекламировать. Поэтому часто люди там задают вопрос, зачем тебе подписки. Друзья, подписки и донаты, они, конечно же, меня мотивируют создавать контент, если он вам нравится. Если я не буду получать отдачи, ну, какой смысл мне просто так брать, тут что-то рассказать. Тогда, конечно же, начну ли продавать рекламу или что-то еще. Но пока я не продаю и буду, если продавать, буду редко. Также, друзья, посмотрите, еще очень много есть платформ, такие как Twitch, да, для стриминга. Там геймеры играют, да, получают донаты, проходят игры, общаются с аудиторией, проходят соревнования. Тоже очень хорошо зарабатывают за счет донатов. Я смотрю, там могут и по 20, и по 30 тысяч, даже по 100 тысяч за один день. Просто люди донатят друг другу, хорошо зарабатывают. Даже если вы хорошо играете в игры, почему нет? Это тоже как вариант. И игровая индустрия сейчас развивается, очень много популярных разных игр, тоже как вариант. Это же по факту тоже люди создают контент, да, играют в игры, потом остается запись, либо просто проходит что-то в онлайн. Это тоже можно назвать онлайн-контентом. Так что это тоже как вариант. Также очень много контентов появилось и в интим-сексуальной сфере, которые создают различные интим-ролики и тоже их монетизируют. Поэтому, как говорится, кто на что раз, то как может, тот так и монетизирует. Своё тело, свои знания, не знаю, навыки и тому подобное, как говорится, кому что. Поэтому создатели контента сейчас очень пользуются спросом. Поэтому, друзья, еще раз говорю, задумайтесь над данным видом профессий. Конкуренция, да, растет, но пока еще не так все плохо. Так что, друзья, контент-мейкеры – это очень классная профессия, которая набирает обороты. Я даже знаю людей, которые просто тупо штампуют контент на Ютубе и в других социальных сетях, и у них все равно органически все растет, особенно на Ютубе. Чем больше ты грузишь актуальных, интересных роликов и разобрался, как называть видео, технические моменты, тем все равно твой канал будет расти, со временем ты будешь по чуть-чуть, по чуть-чуть зарабатывать. А может быть, даже превратишь это в бизнес. Так что пробуйте, друзья, профессия классная, она востребована, она только будет набирать, еще раз говорю, обороты, потому что все только развивает. Все только идут в интернет, и все больше площадок появляется и появляется. Мне кажется, в ближайшее десятилетие действительно контент-мейкеры будут зарабатывать хорошие и большие деньги. И чем быстрее вы это изучите, начнете пробовать, тем лучше, еще раз говорю. Вы особо ничем здесь не рискуете, только своим временем и желанием развиваться. А вдруг у кого-то из вас выстрелит? Поэтому я рекомендую, не стесняйтесь вы себя показывать, кто что о вас подумает. У меня тоже такие были затыки, потом я посмотрю какую-то школьницу, 14-летнюю, которая что зря говорит на камеру, и у нее аудитория 400 тысяч подписчиков. А я понял, а чем я хуже, и начал так же снимать. А сейчас я выступаю на камеру, как будто разговариваю с каким-то своим другом. Тоже обладал навыками монтажа, все это обучается, программы есть, все это сейчас доступно, даже бесплатно, если Apple техника, все там эти программы есть, пожалуйста. Да даже сейчас, наверное, и в Android, все это везде есть, сейчас все проще стало, чем было раньше. И не таких уж и баснословных денег стоит. Да, супер-классная техника стоит больших денег, но можно начинать с телефона, как я начинал. Даже на планшет, на iPad Air, я снимал свои первые ролики на фронтальную камеру 720p. Можете вернуться и посмотреть все мои старые ролики, ничего я не удалял. Поддерживайте данное видео лайковчиком, надеюсь, данное видео понравилось вам. Также вы можете всегда задонатить и поддержать мой канал донатом, нажимать на кнопочку «Спасибо» под этим видео. Делитесь своими мнениями в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу, насколько вам была полезна данная информация. Можете поделиться данным видео со своими друзьями. Если еще не подписались на мой YouTube-канал, то подписывайтесь. С вами на связи был Фокин Евгений. Всем пока, увидимся на просторах интернета.